Всем привет! Приехал мне на ремонт бампера Subaru Forester. Бампер купился новый хозяином, так как здесь было решено менять бампер целиком, а не паять его. Вот такое повреждение было по центру, раскололся здесь. Здесь получается бамперы крашены, уже непонятно там оригинальный, а так вот решетка раскололась. Хозяин решил все-таки купить новый, так как в него въехали, я так понял, и деньгами весь ущерб без страховых, без всяких выплатили. Но у нас не все люди за 20 тысяч в стране работают. Кто-то получает и больше, у нас зарплаты есть. С левой стороны, точнее с правой здесь крепежик не вылетел, все как бы нормально. С этой у нас с левой вырвало крепеж, вот такой узорчик есть. Заказал новую решетку, только единственное не голубого там цвета, да, вот это какой-то серо-голубой такой металлик, а вот такой вот какой-то черный, типа перламутра, что-то такого. Не знаю, там оригинальный, не оригинальный, но ему понравилось, говорит, будет выглядеть, смотреться хорошо. Также была сломана форсунка, амувайка фар. Ну и два крепежика, сказал, чтобы он заказал, чтобы они бывают ломаются, боковые крепления этих бамперов. Две штуки, так как их бывает ломают, их уже не поставить. Но у людей деньги есть, все сразу новое поставили, это очень радует. Не придется какой-нибудь херней заниматься, колхозить. Крепление радиаторной решетки, получается две по центру слева, да, и вот здесь, ну три, грубо говоря, с левой стороны. А с правой стороны у нас тоже идет три штуки, но с этой стороны уже отломано. Бампер крашеный, что-то с ним уже было, и здесь уже выломан кусочек. Не знаю, это, наверное, к фаре крепление идет. Здесь, да, скорее всего, к фаре вот как с этой стороны крепится. Так что снимаю сначала, ну я так, лично я так делаю, снимаю сначала с верхней, а потом уже бока и низ беру. Такие вот крючки идут. Решетка у нас крепится еще с нижней части должно крепиться. Уже была она клеена. Почему-то она и разломалась с этой решеткой. Да, вот смотрим с этой стороны. Как я показывал, здесь на фаре присутствует крепеж, но здесь вот его нету. Получается, на хомутиках закреплен, на пластиковых. Вот так вот. Придется мне также и закрепить. Видимо, этот крепеж потерялся, выломался. Решили вот таким вот колхозом закрепить. Ну, поехали дальше. Автомобиль. Что-то с автомобилем было. Вот такая вот. Грубо говоря, наверное, арку припылили чуть-чуть. Потому что идет вот по всему. Чувствуется ребро. Граничка. И вот он лак. Прям... Вон она видна. Вот граница. Вот она. Граничка эта. Даже не удосужились вот это место хотя бы полирнуть и как-то спрятать. И такая шагрень прям. Прям корка-корка апельсиновая. Так, на торце бампера вот здесь пуклик небольшой. Не знаю, тут отломано, не отломано. Потому что что-то с бампером было. Сейчас я его сниму. Там пуклик с этой стороны идет. Он уже у нас легко снимается. Отщелкивается. Так что тут один пуклик держит и все. С этой стороны. Здесь вот у нас отщелкнулся бампер. И здесь у нас только держит вот эти пластиковые стяжки держит у нас. Здесь у нас пластиковые стяжки. Одна уже оторвана видимо от удара. Вторая мы отщелкиваем ее. Бампер у нас уже повис. С правой стороны у нас аналогично. Пуклик снимаем. Здесь подкрылок у нас сломан. Часть подкрылка держится на таком маленьком креплении. Даже никакого самореза не надо. Так, ну с этой стороны я сейчас отщелкну крышку форсунки обывающей. Вытяну и здесь получается отверточкой поддеваю их. И она легко у нас выходит. Вот эти усики. Вот эти усики нажимаю и верхняя часть у нас вся уже снята. Так, перешел я на нижнюю часть. И смотрим здесь. С правой стороны здесь вообще отсутствует крепеж. Пуклики. Вот они должны. Получается одна точно. Вторая может с торца. Но здесь тоже отверстие есть. Видимо тут выломано уже все. Здесь тоже должен быть крепится. Я так понимаю вот сюда. Вот она. Но здесь защиту сейчас откручу. И стоит... Вот здесь тоже получается нет. Короче, наверное, автоперекупы хорошо работают. В кавычках смысле. Так, снял я железную защиту. Так, здесь у нас еще такая пластиковая идет заводская. И она вся болтается. Так, сейчас сниму с этой стороны. Пуклик с левой. И получается у нас вот тут вот крепление идет. Вот оно. Там его нету, крепежа никакого. И вот с этой стороны. Вот оно здесь есть. Сейчас сниму их и буду снимать бампер. Снимаем бампер. Что мы видим? Пустой и голый. Здесь у нас идут провода сейчас откручу, сниму, отщелкну. Здесь у нас просто тупо нет лампочки. И провода вот они болтаются. Так, наверное, и хозяин ездит. Вот тут блоки розжига, ксенон. Но какой-то он голый и пустой. Ну да, вон ремонтировался бампер. Крепление вон там тоже спаяно. Да. Ну эти крепежи. Крепление целое. Так, а с этой вот у нас сломано с левой стороны. Хотя сам может быть он и целый. Фара почему-то что болтается. А, вон у нас фара сломана. И вон у нас болтается. Вон у нас зазор. С этой стороны у нас все жестко стоит более-менее. Ну, в принципе, тут по разбору все понятно. Сейчас новый навешу. Поставлю, соберу. Сейчас крепежку поставлю. Раз новый привез, тут в принципе все цело. Новые поставлю. Да. Ну, в принципе, соберу. Сейчас добавлю крепеж. Ну, на этом видео, наверное, больше, наверное, и не буду снимать. Как собрали, так и разобрали. Ну, против туманки, да, поставлю сейчас. Тут считай. Раз, два, три. Три болтика. Здесь чуть побольше. Тут тоже какой-то колхоз там что ли колхоз. Тут уже два болтика. Короче, сейчас эти против туманки перекину. Ну, пластик, вот эту внутреннюю часть. А, ну, они так и есть, наверное. Поставлю. И бампер поставлю. Наверное, крепеж, наверное, может решетка. Просто как будто чего-то не хватает, да. Или здесь крепежка, да, сломана. Ну, что-нибудь при колхозе, при колхозе, при херачу. Ну, не знаю, тут придется, наверное, тоже так же на пластиковые хомуты, блин. Так, получается, вот у нас старый дабампер. Почему так все это болтается? А почему? Потому что здесь нет перемычек. Все они сломаны. А на новом, вот они, перемычки есть. И такого, как говорится, кручения такого уже нету. Такой болтанки. Вот они, перемычки. Три штуки стоят. Так что тут уже что-то там уже выломано, походу. Да, вон они были здесь. Может, конечно, они не от удара, но такое ощущение, как будто их вообще не было. Так что так. Снял я противотуманки. Думаю, на одной три болтика. Один, получается, торец. Ну и два с этой задней частью. Здесь, получается, не было. Здесь на двух болтиках держалось. То есть, здесь два болтика плюс один с торца. Наша соль, наши дороги. Походу, заржавели. И здесь, видимо, не стали его даже ставить на этой противотуманке. А на этих просто они... Сейчас я вытащил их. Прокручивались, вытащил. И прогнал резьбу. Сейчас, наверное, на клей посажу их. И хорошо смажу, чтобы в следующий раз они не так заржавели. И хорошо открутились. Тем более, здесь лампочки ксеноновой не было. Я не знаю. Человек ездит без лампочки. Почему? Тут уже он воды уже в фонаре. Не знаю. Устанавливаю противотуманки. Вот про эти три болтика. Я вам говорил. Так, под номерной знак. Ставим, защелкиваем сюда. Чтобы потом под рамку номерного знака. И здесь отсутствовал болтик. Пришлось поставить три. Тут тоже заметил. С левой стороны у нас крепление крыла. Болтик есть. С правой он просто отсутствует. Нету. Очень торопились быстренько машину сделать и продать, наверное. Ну. Ну.